Я хочу сделать сапожника, который будет эту туфельку чистить, да? Ну, наверное, у каждого в жизни бывает что-то любимое, что-то нет. И вот, как я уже работая с детьми, поняла, есть люди графики, есть живописцы. Вот живописцы, то есть те, кто могут размазывать, пачкаться, это как раз наш вариант. Вот я из живописцев. Если у меня есть кусок глины, у меня всегда есть муза, потому что что-нибудь из него да получится. Ну, чайник вообще очень полезная вещь, потому что они постоянно и бьются, и ломаются. Но чайные пакетики для быстрого чая, а иногда ведь хочется собраться всей семьёй за столом, и поэтому вот родился такой большой чайник, чтобы в нём заварить. Десять раз маме не вставать, не подливать горячий чай, чтобы он не остывал долго. То есть вот я его ещё немножечко приукрашу поярче. У него две ручки, чтобы можно было выдержать вес, или кто-то из детей, чтобы помог маме. В последние годы я остановилась на подсвечниках. Ну, вот на скульптурках каких-то и подсвечниках. Потому что глина у нас обжигается при температуре 1000 градусов, и от свечи нагрев может быть, ну, не больше 200. Поэтому, то есть это вот точно вариант, который не горит, поскольку она уже 1000 градусов пережила. Так, ну что тут у меня? Да, мечтаю о своей собственной мастерской. Здесь, конечно, всё замечательно, мне очень нравится работать с детьми, но на себя остаётся очень мало времени для личного творчества. И вот эти вот золотые часы... Да, конечно, мечтаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!